Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию продолжение большой темы Марты «Окно в новый мир. Внутренняя агрессия». Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу поговорить с вами еще об одной причине, которая не позволяет человеку оставаться самим собой. И на этот раз мы рассмотрим другую крайность, когда человек старается казаться хуже, чем он есть на самом деле. Чаще всего и в этом случае причины такого поведения тянутся из детства. Так, недолюбленный ребенок пытается отомстить всем и каждому за свою несчастную долю. Его напускная грубость или наоборот маска равнодушия и замкнутости служит ему панцирем, за которым порой прячется нежная, ранимая душа, которую он стесняется показать миру, боясь насмешек со стороны окружающих. В данном случае срабатывает уже другой механизм, противоположный тому, о чем говорилось в моем предыдущем послании. И имя ему – внутренняя агрессия. Она живет в таком человеке независимо от того, проявляется она словесно или молчаливо. Именно отсюда и возникли такие выражения, как гнетущее молчание или зловещая тишина. Люди всегда интуитивно чувствуют, что за ними стоит, какую энергию несет в себе подобная тишина, которая порой бывает гораздо опасней, чем выплескиваемые наружу бурные эмоции. Так человек, многострадавший и потерявший доверие к людям, выражает свое отношение к миру и окружающим. Но в чем бы ни выражалась подобная агрессия, в грубом слове, либо в гнетущем молчании, она всегда отражает истинную суть человека. Если окружить такого человека любовью и вызвать в нем чувство полного и безоговорочного доверия, то он может раскрыться, как цветок, обнажив свое истинное лицо, свою нежную душу. Особенно наглядно это проявляется у детей, попавших после долгих страданий в добрые, любящие руки. Но ведь и взрослые, по большому счету, те же самые дети, с той только разницей, что они стесняются проявлять свои чувства открыто, особенно перед незнакомыми им людьми. И если в трехмерном мире человеку с израненной душой непросто открыться перед окружающими, то в мире четвертого и особенно пятого измерения его панцирь растворится в лучах царящей, там, безусловной, любви. И он станет самим собой, что кардинально изменит его жизнь, внеся в нее гармонию и покой. Но уже сейчас, если вы чувствуете в себе внутреннюю агрессию по отношению к людям и миру в целом, необходимо избавляться от нее, ибо она несет в себе слишком низкие энергии, не позволяющие человеку вырваться за рамки трехмерного мира. Но сделать это можно только тогда, когда вы уберете первоначальную причину этой агрессии. И в следующий раз мы поговорим об этом более подробно. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Приняла Марта, вы прослушали тему «Внутренняя агрессия». Маленькое дополнение. Дорогие друзья, сейчас очень идут мощные волны высокочастотной энергии. Я думаю, что вы это чувствуете. Хочется больше отдыхать, лежать, заниматься собой и молчать. Поэтому, чем больше света вас, чем больше вы принимаете этих высокочастотных энергий, тем мощнее поднимается кверху внутренняя агрессия. Не удивляйтесь, вы не злой человек. Просто это раньше как бы было закапсулировано или на уровне бессознательном. Но сейчас ваше бессознательное освещается. И поэтому даже незначительная агрессия будет вас удивлять. Не стоит удивляться, а наоборот, приветствуйте, встречайте ее и трансмутируйте либо с Сен-Жерменом, либо в фиолетовом пламени. Также вы можете запустить новую программу. Любая моя агрессия из моего прошлого проживания в мире 3D трансформируется благодаря моей осознанности в энергию любви. Конечно, к самому себе сначала, а потом уже ко всему миру, когда любовь из вас будет выплескиваться. Сейчас этой агрессии на планете Земля много, потому что очищаются миллионы душ от этой старой энергии нашего прошлого. И невозможно засиять, если у вас на подсознательном уровне целый склад низкочастотных энергий. Поэтому разоружаемся.